МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши очередной сеанс правительственной связи. Сегодня у нас в студии министр образования и молодежной политики Чуваши Владимир Иванов. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Владимир Николаевич, давайте сразу же обо всем по порядку. Приближается 1 сентября. Сколько школ в этом учебном году примут учеников? Сколько из них новых? Сколько отремонтированных? Сколько, может быть, тех, которые перестали работать? Конечно, нас интересует количество школ, которые приступят к этому учебному году. Это 480. Но мне хотелось бы сказать о всей системе образования или о всех учреждениях образования, которые есть в республике. Это 1068. Туда входят, естественно, детские сады. Туда входят школы, туда входят техникумы, вузы. И сеть дополнительного образования. Это, значит, где кружковые работы, и дополнительно дети получают еще образование. Поэтому, в целом, я считаю, сегодня идет как раз работа по подготовке всех этих образовательных организаций к новому учебному году. Планово идет приемка этих образовательных организаций. И мы мониторим или смотрим, как это происходит. И каждый год мы примерно проходим одну и ту же ситуацию, когда большей частью школы будут приняты назначенные сроки. Но останутся образовательные организации, где какие-то недоделки. И мы даем срок, время, чтобы до начала учебного года устранить все вот эти замечания. Поэтому опасений больших мы не видим. Естественно, все школы будут готовы к новому учебному году. И все 125 тысяч наших школьников придут и займутся свои места в классах, за партами. И самое главное, очень важно обеспечить безопасность и соответствующие условия для учебного процесса. Вот кому из этих ребятишек повезло? Сколько из них пойдут в новые школы? Есть у нас такие, которые открываются к первому сентябре? Открываем школу в Чебоксарском районе, в селе Яныши. Начали строить еще одну школу в Комсомольском районе. Но здесь важно еще и школы, которые сегодня функционируют. Их надо поддерживать в хорошем состоянии. Здесь, могу сказать, каждая четвертая школа в этом году ремонтируется. И на эти цели, на правильно соответствующие ресурсы, прежде всего, три программы у нас действуют в республике. Это компактная застройка на селе, когда школы застраиваются вместе с другими социально-культурными объектами. Потом, кроме этого, действует ремонт спортивных залов. 29 спортивных залов в этом году. Новые школьники получат. В прошлом году было, напомню, 40 спортивных залов. Эта программа очень интересная, увлекательная. И дает возможность нашим школьникам не просто приобщиться к спорту, а еще сохранить здоровье. Ну и, конечно, следующая программа – это «Вступная среда». Для отдельной категории ребятишек, которые испытывают сегодня сложности или ограничения здоровья, могут себе обеспечить одинаковые условия обучения со всеми своими сверстниками, вне зависимости от сложностей, которые у них сегодня есть. Поэтому вот эти три программы нам позволяют сегодня эффективно менять ситуацию в школе, соответственно, прежде всего, материально-техническую базу. Еще параллельно хочется подчеркнуть, у нас уже не первый год реализуется, мы решили задачу обеспечения бесплатности учебниками. В этом году заменяем учебники в пятом классе. Новые федеральные стандарты. Шаг за шагом мы уже с начальными звенами реализовали в прошлые годы. В этом году в пятом классе, в следующие годы шестые и седьмые. Поэтому здесь идет смена учебников, учебных пособий в том числе. Соответственно, эту задачу тоже решаем. Параллельно очень хочется подчеркнуть еще одну программу. Это вот автобусы, школьные автобусы. Это тема актуальная, потому что 12 тысяч детей ежедневно подвозятся в школы и обслуживают 330 почти школьных автобусов. И эти автобусы тоже нуждаются по мере необходимости замене. И мы полностью заменили старые автобусы 2006 года и частично 2007 года. Поэтому вот 17 школьных автобусов сегодня в школу тоже приобрели. То есть в разной степени практически все школы каким-то образом обновлены? Совершенно верно. В разной степени все школы в какой-то степени обновлены. Где косметический ремонт? Естественно, везде. Где капитальный ремонт, где это требуется. Ну и плюс, о чем я говорил по всем программам, которые у нас есть. И программа модернизации школьных столовых, по-моему, она уже завершилась. Да, программа модернизации школьных столовых практически завершена. Но в этом году еще три школьные столовые получили. Это город Канаш и Вурнарский район. Мы тоже шаг за шагом эти вопросы решаем. В принципе, сегодня все школы, райцентры, все городские школы обновили свое оборудование. И самое главное, не столько оборудование, а технологию приготовления пищи, скажем так, обедов и завтра. Здесь совершенно другого качества, хорошего качества стали обеды. И для нас важно, сохраняя качество, сохраняя стоимость, не превышая их, естественно, по сравнению с прошлым годом. Но инфляция влияет. В любом случае, удерживать эти цены и сделать питание школьников достойное, качественное и приемлемое. Владимир Николаевич, какие-то школы закрылись в этом году? Ну, вот эта тема была актуальна, мне кажется, чуть раньше, лет пять и даже больше назад. Почему закрылись? Потому что тогда необходимо было сделать так, чтобы... Основная цель оптимизации, которая вот этим словом это обозначается, это создание лучших условий для наших детей, равных условий, независимости, где ребенок сегодня обучается. Это будет село или глубинка какая-то. И вот в плане оптимизации сегодня эти процессы мы практически не проводим. Закрываются те школы, к сожалению, где количество детей резко уменьшается. Ну, мало комплекта. Ну, вот в этом году мы рассчитываем, не более двух-трех школ могут как бы или из девятилетней начально перейти, или начально закрыться, детей будут подвозить более крупные школы, где, естественно, условия намного лучше. Насколько школы, особенно вот в сельской местности, укомплектованы педагогическими кадрами? Да. То есть где больше всего ощущается дефицит и, может быть, каких... Ну, какой специализации? Это тема очень важная. Вот одно дело – хорошее условие создать материально-техническое, а гораздо важнее – это обеспечить качественным преподаванием, качественным обучением наших детей. Естественно, это зависит, прежде всего, от учителей. Насколько учителя сегодня подготовлены к реализации важных этих задач. Задачи воспитания, прежде всего, и обучения. И в разных районах ситуация по-разному складывается, с учетом того, что, во-первых, первая тенденция – у нас из года в год растет количество или доля учителей пенсионного возраста. К сожалению, она растет. Доля молодых педагогов, которые приходят в школу, она сохраняется примерно на уровне 4-5%. То есть у нас дисбаланс соотношения опытных и молодых, которые приходят, обновляют педагогический коллектив. Поэтому это вот первая задача, которую мы решаем, создавая дополнительные вакансии. И наличие вакансий говорит о том, что идет обновление более грамотно. И, соответственно, это не угроза, а это, наоборот, позитив, к которому нужно относиться спокойно. А что касается ситуации в разных муниципалитетах, конечно, есть районы, где сегодня очень большая потребность учителей начальных классов. Учителей ОБЖ, физ. воспитания, музыки, где часов не так уж много, особенно те предметы, где количество часов не так уж много. И учителей нагрузить именно по специальности в конкретной школе не всегда бывает возможно. И, конечно, это города. Город Чебоксара сегодня испытывает очень большую потребность и учителях начальных классов, и английский иностранный язык, кстати. И для нас важно эти задачи планово решать. Кстати, с этой целью на сайте Министерства образования и молодежной политики нашей Чувашьей Республики есть специальный баннер, где мы эти вакансии четко обозначаем и показываем, куда можно прийти молодым нашим выпускникам, скажем так, молодым специалистам и опытным, кто уже диплом получил, еще не устроился на работу, прийти и устроиться в школы учителями. Потому что прием образовательной организации осуществляют директора образовательных организаций. Это регулируется сегодня законом таким образом. — Вот в каком муниципалитете Чувашьей ситуация наиболее благополучная? Где вот практически всех достаточно учителей? Кто у нас в передовиках в этом отношении? — Ну, наверное, трудно назвать это передовики или нет, но есть районы, например, которые уже обеспечили себя в конце учебного года с молодыми специалистами в том числе. То есть они приходят в руководители образовательной организации ПИД-университет, тот же, и заключают соглашение, молодые специалисты уже знают, и это вакансию заполняют. И поэтому выделить отдельно какой-то район, что они передовики, наверное, необходимости такой нет. Потому что, во-первых, вполне возможно, эти районы грамотно решали последующие предыдущие годы эту задачу. Но есть районы, которые действительно сегодня испытывают очень большие проблемы или большое количество вакансий, наверное, правильно будет так назвать. Это, допустим, Цивильский район, хотя, кажется, на трассе находятся недалеко от города Чебоксар, но там количество вакансий много. Но это не предмет говорить о том, что это район плохой или хороший. Это предмет для того, чтобы эту задачу решать. Ну, это тоже своего рода профориентация. Да, своего рода профориентация. Для выпускников. Какие изменения у нас в этом году произошли в системе профессионального образования? Вот все ли учебные заведения продолжают свою работу, и какие новые специальности открылись? Я говорю о среднем профориентации. Я понял. В принципе, здесь, прежде всего, мне хочется обратить внимание, что последние три года мы проводили оптимизацию сети, именно техникумов, вот так условно назовем, потому что это более понятно. Практически мы завершили и объединение, и укропнение, прежде всего, с одной единственной целью, чтобы сконцентрировать ресурсы. Вот это первая задача. Вторая задача – на базе существующей сети мы создали семь центров прикладных квалификаций по направлениям, которые востребованы сегодня на рынке труда, прежде всего, и республика, по которым испытывают большие трудности, прежде всего, потребности. И для нас важно… Профессия с гарантированным трудоустройством. Профессия с гарантированным трудоустройством, и при том с участием бизнеса. То есть бизнес здесь обеспечивает не только материальную базу, а бизнес предъявляет требования к качеству подготовки и, соответственно, к квалификациям, которые должны обладать выпускники данного учреждения. Вот это вторая тема. Третья очень важная тема – это то, что профориентационная работа сегодня нам позволяет выпускников девятого класса правильно профориентировать, то есть правильно ориентировать на получение будущей профессии. Если три года назад у нас где-то больше 45% после девятого класса выпускники девятого класса шли техникум, а сегодня уже 55%. То есть выпускники девятого класса сегодня уже знают, на какие специальности они могут поступить, соответственно, дальше выстраивать свою траекторию будущей работы, обучения, в том числе продолжение обучения в высших учебных заведениях. Поэтому вот эта тенденция мы считаем правильной, исходя из того, что в десятый класс идут, после девятого класса, естественно, идут дети, мотивированные к учебе, во-первых, во-вторых, уже знают, что они идут только на получение высшего образования. То есть, прежде всего, приоритет ставят поступление в высшее учебное заведение. И выстраивая вот эти две траектории, мы должны понимать, что в конечном счете мы должны обеспечить выпускников школ не только поступлением данного учебного заведения, средне-специального или высшего образования, а еще на перспективные работы, где гарантированная, или, по крайней мере, вероятность трудоустройства наиболее высокая. Сейчас начинается вторая волна зачисления в высшие учебные заведения. Как у нас обстоят дела с приемом? Вот какие специальности на сегодня, можно сказать, самые модные, самые востребованные, и насколько это отвечает потребностям рынка труда? Ну, здесь, наверное, на два вопроса я бы хотел разделить. Ваш вопрос. Это прежде всего хочу сказать о том, что количество бюджетных мест высшего учебного заведения в республике не сокращается. Несмотря на то, что количество выпускников 11 класса из года в год у нас на 500, на 400 сокращалось ежегодно. Вот это первое. Чтобы наши родители знали, что получить образование на бюджетной основе, не на коммерческой основе, сегодня возможности в республике есть. Вот это первое. Второе. Радует, что баллы, которые ребята получают на выходе из 11 класса через результаты ЕГЭ, из года в год у нас возрастают. Соответственно, средний балл выпускников, вступающих в вузы Чувашской республики, тоже растет. Это вторая волна. Вторая тенденция. Третья тенденция. Конкурс документов, который сегодня предъявляет вузы, вот приемная кампания, как раз сейчас идет, мы анализируем, тоже растет. То есть конкурс выпускников 11 класса, вступающих в вузы Чувашской республики, растет из года в год. Это говорит о том, что качество выпускников и будущие студенты, приходящие в вуз, более подготовленные, должны быть по определению. Это наша основная задача. И, конечно же, здесь очень важно посмотреть, какие тенденции, на что или какие потребности испытывают наши выпускники. Хорошо или плохо, но в любом случае, вот тенденция у нас существует. Ну, где самый большой конкурс? Это юристы и экономисты, как желание было большое, она так и остается. Но из-за чего? Из-за того, что не просто количество их увеличилось, а из-за того, что количество бюджетных мест здесь сократилось, эти бюджетные места больше увеличены по техническим специальностям. И сегодня, конечно, востребованы электротехники, востребованы строители, востребованы и другие сферы, где как раз конкурс документов об этом и говорит. И наша задача... То есть я правильно поняла, желающих получить юридическое, экономическое образование не то, чтобы стало больше, просто мест. Мест стало меньше, и конкурс, соответственно, высокий остался. Совершенно верно. Но возрастает конкурс на технические специальности. Вот это для нас радует. Несмотря на то, что там как раз бюджетных мест увеличивается. Совершенно верно. И вот это нас радует. И при том выпускники, точнее, студенты вуза, уже с третьего, второго курса, особенно электротехнический кластер, уже начинают зарабатывать. То есть они параллельно учатся и работают. Это тоже интересный подход. И кафедра сегодня перемещается на предприятие производства. Они там, кафедра открывается, соответственно, учебный процесс, дуальная, как мы говорим, система, уже реализуется на предприятиях и производстве. Вот это по вузам. Совершенно ситуация тоже очень интересная. Примерно на таком же ключе. Среднем специальном образовании. У нас очень высокий конкурс на строительные специальности. Очень высокий конкурс на электротехнические специальности, связанные с электроникой, с компьютерными технологиями. И год в год растет конкурс на специальности, связанные с переработкой пищевой промышленности. Это тоже очень интересная тенденция. И это тоже нас радует, потому что потребность и трудоустройство этих выпускников очень высокая. И здесь мне, прежде всего, хочется рекомендовать, потому что сейчас 6-го заканчивается вторая волна, 7-го уже родители получат результаты. На первой волне мы зачислили 80% бюджетных мест, еще 20% от 6-го решается судьба. И, соответственно, после того, как уже результаты будут известны, чтобы наши родители не переживали. Сегодня есть возможность документы, кто не поступил в ВУЗы, спокойно прийти, передать техникуму, получить среднее специальное образование, а потом уже без ЕГЭ поступить в высшее учебное заведение, если кто-то очень хочет получить высшее учебное заведение. То есть проблемы или трагедии здесь не должно быть. Вот на это хотел бы особо обратить внимание наших родителей и сказать, что переживания, конечно, они неизбежны. Это, конечно, трагедия, когда ребенок очень хочет и не поступил. Но из этого нельзя делать или ломать, не дай бог нам сломать судьбу ребенка. У него есть уникальный шанс или возможность пройти через технику и поступить в высшее учебное заведение. То есть это не трагедия? Это не трагедия. Это, конечно, переживание. Неприятность и переживание, но это не трагедия. Которое можно поправить. Да. Что будет со специальностями, на которых, скажем так, фатальный недобор? Есть такие? Ну, ежегодно мы испытываем сложности приемной кампании на сельскохозяйственной специальности, скажем так условно, агропромышленный комплекс. Не все, правда, специальности. Ветеринария, например, достаточно высокий конкурс, агроинженерия там чуть ниже. Но в любом случае, я думаю, приемную кампанию здесь можно продлить. Для тех, кто как раз не определился или кто не сумел первой или второй волне пройти. Вот это первое. Второе, очень важно, чтобы... То есть вузам дается такое право. Ну, вузы могут это сделать с согласием учредителя. Да, это могут сделать. Но это вот до 1 сентября еще времени есть, достаточно времени. Поэтому, я думаю, это вот первое. Второе, очень важно нам здесь грамотно, профориентационную работу проводить на предыдущих этапах, когда еще школьники выбирали будущую профессию. И здесь мы не дорабатываем, естественно. Или где-то не срабатывает наша профориентационная система. Мы все время увлекаемся профессиями более престижными и забываем о тех людях, которые нас кормят. Поэтому это тоже нужно нам дорабатывать. И я думаю, эту задачу мы в ближайшие годы будем решать совместно с техникумами, которые реализуют вот эти профессии. Владимир Николаевич, вот вы сказали, что, да, в общем, достаточно слабо все-таки пока еще профориентированы выпускники. Вот после того, как разрешили подавать документы сразу в несколько вузов, эта ситуация улучшилась или наоборот усугубилась? То есть они, как, вот нет такого соблазна, ну, я не знаю, заметаться, схватить первое попавшееся или наоборот. Я бы всех детей, всех выпускников 11 класса на две группы разделил условно. Первая группа – это которые определились, и для которых эта вот ситуация не страшна. Они знают твердо будущую профессию, они несколько вузов подают именно ровно на те специальности, на которые и были ориентированы. Но есть выпускники, которые не определились. Они метаются, они подают вот первое, куда попало, по набору предметов, которые они сдали. И они, первое, что смотрят, какие предметы нужны для поступления, какие они сдали ЕГЭ, и начинают методом научного тыка, как условно говорим, искать вузы. Вот это самая сложная, самая трагичная ситуация. И вот со второй категорией вот этими детьми наша задача как раз отрабатывать сегодня уже на второй-третьей волне, чтобы им помочь уже все-таки определиться или техникум, или вуз. В любом случае, еще возможности есть. И вот этой категории детей должно быть меньше, как можно меньше. Потому что недоработка как раз наша заключается в том, что вот такие дети, к сожалению, еще после 11 класса не определившись, остаются. Ну вот здесь, наверное, прежде всего надо сказать о том, что вузы должны, и сегодня это они делают, набор или перечень предметов на специальности, они заявляют уже в начале учебного года. Вот к следующему учебному году уже вузы скажут, по каким правилам будут поступать выпускники следующего учебного года вузы, какие предметы нужно сдать на ту или иную специальность. Соответственно, выпускник 11 класса 1 сентября должен знать набор предметов, которые он должен сдать на выходе в 11 классе, чтобы пойти на эту специальность. И вот наша задача педагогов и родителей, прежде всего, определиться этими предметами. Соответственно, потом, чтобы уже не обратно процесс происходил, предметы выбрали, а потом только начинаем вузы выбирать. Это совершенно сложная ситуация, которую ставим ребенка. Поэтому вот эти правила игры, они сейчас меняться не будут. Соответственно, форма сдачи выпускного экзамена ЕГЭ тоже остается. И при том, возможность сдачи перечня широкого предмета предметов, но 4-5 предметов у ребенка сохраняется, у выпускника 11 класса. Что существенно расширяет возможность. Что существенно расширяет возможность выбора будущей профессии. Совершенно верно. То есть, иными словами, лучше заняться этим буквально, ну, если не первое, то как минимум 2 сентября. Чтобы заранее, не торопясь, все выбрать и начать готовиться. Это было бы идеальное случае, если бы ребенок знал точно будущий вуз и будущий перечень предметов, и не распылялся бы на многие предметы, и потом бы в конце, опять же, попадал в сложную ситуацию. Ну что ж, спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня нашим собеседником был министр образования и молодежной политики ЧВЖ Владимир Николаевич Иванов. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова